Владимир Стебаков из Орловского района в представлении не нуждается. Самый знаменитый фермер, у него колоссальный опыт хозяйственника. Сегодня главный картофелевод Орловщины встречал гостей во главе с вриогубернатора Орловской области Андреем Клычковым. Какие сложности есть? Сложности в сельском хозяйстве всегда есть. Начиная от погоды, заканчивая, стоимостью горячного материала. Ну, тем не менее, что чуть-чуть, конечно, в этом году весна с запозданием. Дни на 5-7 мы отстаем от обычного графика. Но сейчас работаем практически в две смены. Поэтому за 3-4 дня, я думаю, мы нагоним это. Владимир Стебаков сделал ставку на картофели. Как оказалось, не зря не прогадал. Клубни пользуются спросом. Их выращивают в промышленных масштабах. Дело Стебакова строится на использовании новейших технологий и техники. Плюс высокоурожайные семена отечественной и зарубежной селекции. Ну и, конечно, настойчивость и трудолюбие опытного селекционера и бизнесмена. Всей душой преданного родной земле. В этом году мы внедрили новую систему навигации АГРИ-2.0. Вот мы, если посмотрим на борозды, здесь отклонение максимум будет 1-2 сантиметра. Отсюда выехали, туда через километр приехали. Максимум 2 сантиметра будет отклонение. То есть это точное земледелие. Тракторист ничего не делает. Да, при этом механизатор... Просто разворачивает. Просто разворачивает. Механизатор, да, руль не держит, не управляет. Все на мониторе, все запрограммировано. Все началось в конце 90-х с личного подсобного хозяйства. В начале 2000-х официально стартовала фермерская карьера Стебакова. Работа кипела, дела шли в гору. За 17 лет увеличил в разы обрабатываемую землю. Сегодня свою лепту внес Андрей Клычков. То, что в Джандире все условия для продуктивной работы, глава области убедился лично. Ночью очень удобно. Раньше как костры жгли, да. А сейчас даже и пары не включали. Да, потрясающе. Сколько протяженность поля? Здесь где-то около километра. В беседе с журналистами оценки и впечатления. Практически полностью автоматизированный процесс. Но, и что самое главное, люди работают с удовольствием. И те планы, которые стоят и по посадке картофеля, ну, действительно впечатляет, когда и посадка, и удобрение сразу идет, и трактор идет по компьютеру, отклонение 2 сантиметра. Это удивляет уже. Когда вспоминаешь свое детство, я думаю, что у каждого это было, когда с тяпкой, лопатой сажаешь картофель. Ну, это уже другой уровень. И надеюсь, что погодные условия не подведут, и будет хороший результат в этом году. Далее в Свердловский район. Главу региона ждали в двух хозяйствах. Водолей и Солопово. Сегодня здесь сеяли сою и рапс. Район финиширует. Андрей Колочков оценивал ход работ из кабины машины. Фермерство – это колоссальный труд. От его развития зависит и уровень жизни на селе. То, что это не просто слова, в Свердловском районе знают хорошо. Глава водолея Иван Потапов тому пример. Идешь, смотришь, ребята в форме. Ребят, откуда такая красивая форма? Фермер Потапов приобрел. Он сделал документацию на детскую площадку, на спортивную. И сейчас ребятки уже занимаются. Просто принес, говорит, на глава, делай. Вот уже сделали. И много таких добрых, полезных дел он принимает участие во всей жизни района. Фермерские хозяйства имеют все шансы стать самостоятельным и равноправным сектором аграрной отрасли. Нужна поддержка, а иной раз и просто понимание. В Орловском регионе это есть. Нужно дальше организовывать и очехранилища, и логистические центры, и доставку. Обсуждали, как это можно через точки Фудсити реализовывать. Ну а самое главное, как нам объединиться все вместе. Потому что одному, одному представителю не агрохолдинга, а КФХ, невозможно построить себе. Ни элеватор одному, ни очехранилище большое, огромное. Не организовать сбыт и логистику. Просто доставку. Для этого нужно объединяться. Нам если хотя бы в два раза увеличить переработку, мы получим прирост ежегодный по одному миллиарду налоговых поступлений. Вот это главный результат. Оно нужно не останавливаться на два раза, три раза. У нас должна быть и производительность для переработки. Кооперация это будущее, это однозначно, безусловно. И кооперация в плане того, чтобы, как Андрей Евгеньевич говорит, я полностью согласен, это главное для нас, для области, это переработка. Налаживание переработки, чтобы мы выдавали не просто сырье с области, мы выдавали отсюда готовую продукцию, продукцию, которую можно реализовывать через сети, предлагать вот этим компаниям торговым, крупным. Наталья Пехтерева, Сергей Руднев, телеканал Первый областной.